Старый газон, который прослужил в школе Алексея Смерти на 5 лет, наконец-то демонтировали. Теперь на главном футбольном поле красуется новая искусственная трава. Ворс качественный, высота 6 сантиметров, прослужит покрытие 5-7 лет. Поле было из Китая, соответствует всем стандартам, которые положены Российским Футбольным Союзом. Общий бюджет проекта 15,5 миллионов рублей. И все эти деньги из краевой казны. На этом искусственном газоне два слоя. Первый – кварцевый песок. Его привезли из Томска. А после его покроют резиновой крошкой. Ее должно быть больше, она дает амортизацию. А еще продлит жизнь искусственной траве и, самое главное, минимизирует травматизм у футболистов. Особенно у вратарей. Поля абсолютно ровные, по всем стандартам сделаны. Если можете обратить внимание, ребята занимаются в шортах и в майках. То есть вратарей же это постоянные падения. На тренировке больше ста раз это происходит. А если после первого падения ты получаешь травму, то тебе уже не хочется второй раз падать. Ты начинаешь сейчас сидеть. Здесь они, соответственно, могут выполнять упражнения на максимум на своем. Да и сами игроки сполна оценили новый газон. Поле довольно неплохое. Мне понравилось то, что оно мягкое. Тут неплохой отскок. Первый тренировочный процесс. Поле почувствовал, а теперь очередь настоящих футбольных баталий. В субботу в рамках юношеской футбольной лиги зрители на новом искусственном газоне увидят сразу два противостояния. Алтай 2007 и 2008 сыграет против сверстников из Новосибирска. Начало матча в 12.00 и в 15.00. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.